Всем привет, с вами я, Саббендер, и нам на игру Guns of Boom установили очередное обновление. Давайте же рассмотрим, что же нам добавили. А добавили нам довольно много интересных плюшек. Так, ну тут сезон завершён, сейчас сезон каждый день идёт. Насколько я понял, появилась вкладка друзья. Тут все, кто есть у меня в друзьях, все, на кого я подписан там. Так, нам тут ДПС или ДРС, я так и не понял, какие-то вот значения тут вместо урона. Так что нам это изменили. В принципе, посмотрим, как это будет себя в игре показывать. Я не особо знаю, что это характеристика за такая, но... Блин, этот дробовик Цербер выглядит довольно внушительно. Также нам добавили ещё в магазин тот ящик и добавили кланы, но об этом мы чуть подробнее поговорим попозже. Добавили ещё винтовку вампир, снайперскую. У неё интересная особенность лечит игрока при попадании в противника, знаете? А мне начинает нравиться эта винтовочка, я думаю с ней погонять. Я думаю со всеми новыми пушками погонять и записать на них видео. Просто мне самому интересно погонять с этими плюшечками. Ещё нам добавили дробовик Дикобраз. Стреляет дробью, увеличенный урон на дальних дистанциях. Посмотрим. Так, ну это был лучший мёд. Добавили ещё в прошлом обновлении, но сейчас изменили его выдачу. Можно купить за 8 тысяч ганбаксов, а раньше он был доступен только тому, кто занимал место в платиновой там лиге. Или в золотой лиге, я точно не помню. Так, что ещё нам добавили? Ну-ка, я не понял. А где гранатомёт? Так. Куда же он делся? Так, неужто его убрали? А нет, не убрали. Он теперь может быть получен из сундука с оружием. Об этих сундуках тоже чуть позже поговорим. Вот, добавили нам дробовик Буря. Нам тут много дробовиков добавили в этом обновлении. Так, и добавили Плазмаган. Звучит как название каких-либо таблеток. Да, лучше мы из пистолета, у нас ничего новенького. Из гранат тоже ничего новенького. Из снаряжения шлем вот этот Титан. Который блокирует дополнительный урон от попадания в голову. Но если честно, в донат я бы лучше запихнул антихед, который защищает от одного попадания. Мне он как-то больше нравится. Так, добавили нам еще тут броню. Теперь целитель тоже извлекается из ящиков. Правда, вот непонятно на время или навсегда. Так, химзащита поглощает 40% урона от всех видов зомби. Ну, отлично. Хорошая броня. Так, ну штаны Гепард, в принципе, это и следовало ожидать. Так. Ну и у нас еще одна вкладка закрыта. Там будет или бронежилет, или ботинки. Хотя я подозреваю, что бронежилет, так как у нас бронежилеты убрали. Скорее всего, его решили отправить на доработку. Так, ну тут в турнирах ничего больше нету. Так. Они сейчас ежедневные. Так, кланы. Тут можно создавать клан. Я знаю уже, к кому вступлю в клан. Так, ну и можно, конечно, искать клан. Я думаю, возможно, даже создам тут свой клан для своих подписчиков. Ну, кто будет играть в эту игру. Так. В принципе. Турниры сейчас завершатся через 23 часа. Турниры сейчас ежедневно обновляются. Так, посмотрим, что в настройках изменилось. Так, в принципе, в настройках тут все осталось. Прежде. Вот за что хочу сказать отдельное спасибо разработчикам данной игры. Так это за шикарный саундтрек. Он просто подобран. Музыка такая атмосферная. На что я во всех играх, скажем так, ну, музыку в шутерах привык вообще отключать, чтобы ее слышно не было. Она меня отвлекает. Так же мы нам в магазине добавили кейсы. Или ящики. Я, кстати, могу этот ящик, походу, открыть один раз. Так, ну тут можно... Нам добавили еще миномет лягуха, который может выпасть. Тут выпадает оружие. Как я понял, гарантированно выпадает оружие навсегда, и можно получить одно или два предмета из этого списка. Это довольно неплохо. Насколько я понял, альфа-тест еще не завершился. Так. Посмотрим. А этот ящик стоит 99 рублей. Здесь выпадает снаряжение только на время. Так вот, у меня такой вопрос. Если альфа-тест еще не закончился, почему бы не сделать это за ганбаксы? Ну а если альфа-тест закончился, и я что-то путаю, то почему бы не убрать надпись альфа-тест? Там просто есть еще альфа-тестирование. Вот, отлично, мне дали пулемет Вулкан на один день. И винтовку вампир навсегда. Знаете, визуализация у этих ящиков тоже очень хороша. Вы знаете, если кто-нибудь из уважаемых разработчиков смотрит, хотелось бы, скажем так, просто сделать какой-нибудь... посмотреть симулятор с шансами выпадения во всех этих. Также, если, скажем так, оружие выпало повторно нам, то его можно разобрать на запчасти, и оно пойдет на улучшение. Я думаю, с вампирчиком я все-таки погоняю. Довольно интересный агрегат. Единственное, пожалуй, чего мне не хочется, так это то, чтобы по завершению альфа-тестирования, если оно еще не завершилось, скажем так, все эти пушки исчезли. Просто, например, снайперскую винтовку вампир я бы был бы очень рад видеть на своем складе. Так, тут походу режим выбора боя вообще изменили. Теперь непонятно, куда тебя кинуть. Может кинуть на командный бой, а может кинуть и на мясорубку. Просто на мясорубках тут есть такие редкие карты, на которых хотелось бы поиграть. Что еще, я думаю, сказать? Так вот, как только завершится альфа-тестирование данной игры, у меня в планах провести стрим по этой игре. Причем не просто провести стрим, а пригласить кого-нибудь из администрации или кто в курсе разработок. Просто у меня возник ряд вопросов, которые, я думаю, будут интересны. Не только мне ответы на них будут интересны, но и зрителям, которые играют в эту игру. Ну или будут играть. В принципе, обновление, можно сказать, получилось очень шикарное и следует подвести какой-нибудь итог. Разработчики, в общем-то, молодцы. Сделали довольно интересное обновление. Столько много плюшек нам новых добавили. Просто 10 из 10. Ну а с вами был я, Остап Бендер. Если вам понравилось данное видео, то не ленитесь, поставьте лайкосик. Если вы еще не подписаны на мой канал, то я рекомендую вам подписаться и вступить в группу ВКонтакте. Там скоро будет конкурс. Всем спасибо. Всем пока.